Продолжение следует... Директор компании «Директ Медиа» и Юрий Викторович Чехович, исполнительный директор компании «Антиплагиат». Перед тем, как передать слово нашему первому ведущему, я хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, для тех, кто зашел не в самом начале, хочу объявить, что в самом начале часа есть ссылочки на расписание наших последующих вебинаров. Можете этой ссылкой воспользоваться для того, чтобы записаться на любой из наших вебинаров, который пройдет в ближайшие полугодия до июня месяца. Кроме того, там же располагается ссылка на наш YouTube-канал, на который мы кладем все записи наших вебинаров, включая и этот вебинар, тоже будет... Через определенное время его запись будет размещена на этом канале. Пользуясь случаем, я хотел бы, пока не начался основное время нашего вебинара, пригласить на следующий вебинар, который состоится 3-го числа. Вебинар наш называется «Университетская библиотека онлайн. Что нового в новом семестре?». Сейчас я скопирую ее название в чат. И записаться на него можно, зарегистрироваться по вот этой вот ссылочке. Тоже копирую ее прямо в чат. Коллеги, несколько слов по введению вебинара. Я хотел бы, чтобы ваши вопросы вы посылали бы не в общий чат, а во вкладочку «Вопросы». Так нашим ведущим будет удобнее в конце своего выступления сразу увидеть и на эти вопросы ответить. И, конечно, я совсем забыл сказать, с прошлого вебинара мы практикуем, точнее даже с позапрошлого, мы практикуем выдачу бесплатных сертификатов электронных всем присутствующим на вебинаре. Ну, единственное, хочу предупредить, для того, чтобы ваш вебинар пришел к вам и был бы в нормальном виде, вам следует зарегистрироваться на нашем вебинаре, указав свой актуальный имейл, а также указать свою фамилию и имя, отчество полностью так, как вы хотели бы, чтобы было бы на вашем сертификате. Коллеги, вот и все. Мое краткое вступительное слово закончено. А теперь я хотел бы передать слово Константину Николаевичу Крещуку. День, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре. Не удивляйтесь, что этот вебинар ведут две компании. Нас всех объединило с вами то, что мы создаем информационно-образовательную среду ВУЗа. И вам, конечно, известны и ЭБС нашей компании, университетская библиотека онлайн, и компания Антиплагиат. В общем, и здесь мы не сколько конкурируем, сколько как раз ищем пути партнерства, как нам сделать эту информационно-образовательную среду удобнее для вас и учащихся. Итак, я буквально очень кратенько, предваряя наших коллег, расскажу о нашем видении вот этой интеграции двух ключевых сервисов и о той работе, которую мы делаем и предполагаем в ближайшее время сделать. У нас, кто знаком, существует специальная страничка детектор-плагиата, которая объясняет комплексные решения, которые мы постепенно здесь формируем. Детектор-плагиата в данном случае это не программа, которая бы что-то проверяла, а это, как я сказал, комплексное решение, объединяющее ЭБС, то есть сервисы выкладки, сервисы ВКР и сервисы проверки на плагиат. Ну и еще обозначу, что, конечно, актуальность такой интеграции, она появилась сравнительно недавно с известного приказа 636, который требует все выпускные квалификационные работы размещать на ВКР и в то же время их проверять. На сегодня у нас эта интеграция уже сделана, но пока не полностью, как некий полуфабрикат на нашей стороне и на стороне антиплагиата. На нашей стороне я как раз сейчас и расскажу, что на сегодня есть антиплагиат, расскажет нам наши планы и как это происходит у них. Обращу внимание, что вот это комплексное наше решение проверки внутри ЭБС происходит по трем источникам антиплагиат, потом есть такая компания Руконт, Руконтекста, тоже проверяющая на заимствование и возможность самопроверки. По сути дела сегодня у нас работает именно самопроверка. Что это означает? Что сегодня каждый студент имеет аккаунт и может разместить свою выпускную, любую работу курсовую в том числе в ЭБС обычно и дополнительно проверить ее на заимствование с помощью вот этих вот сервисов. Но в данном случае проверка происходит только по базе данных ЭБС. В целом это довольно репрезентативная проверка, как покажет Юрий Викторович. По итогам прошлого года ЭБС доказали свою дееспособность и полезность в плане проверки на заимствование, но тем не менее это конечно нерепрезентативная проверка, гораздо ниже качества, чем то, что проверяется на самом сервисе антиплагиат. Вот о том, как это происходит, эта проверка я еще покажу. Ну в общем это очень просто. Загружается работа в своем личном кабинете, совершается проверка, и студент видит сам, в какой мере чистая работа или не чистая, может отправить эти результаты своему научному руководителю. Не буду сильно останавливаться на сегодняшнем решении, потому что оно скорее такое промежуточное, а расскажу все-таки какие замыслы у нас есть, и как мы видим то, к чему мы в конце концов придем. Поэтому немножко совсем теории, все-таки все понимаем, что ВКР предполагает в себе два сервиса. Один сервис проверки на плагиат, и второй сервис депозитарий ВКР. Вот сейчас в виде полуфабриката каждый из сайтов пытается это совместить. Мы вот даем полупроверку на плагиат, а на сайте антиплагиат есть такая полуэбс, тоже можно, полудепозитарий, можно сохранить работу, она там будет представлена, но вот всех достоинств, качеств, которые дает ЭБС, там, конечно, не будет. И сегодня, по сути дела, приходится делать две работы. Сначала учащемуся выкладывать и проверять ВКР в сервисах проверки на плагиат, а потом проводить всю процедуру, связанную с размещением этой работы в депозитории ВУЗа. И думаю, что многие из вас знают, работа эта довольно объемная, вот по оценкам некоторых экспертов, те, кто занимается этим, например, в Санкт-Петербургском политехническом университете, размещение ВКР в ВУЗе требует около полутора тысяч человек в часов. То есть это очень затратный процесс. То, к чему сейчас мы стремимся и вот с вами советуемся на нашем вебинаре, это концепция единого окна, которая должна быть построена, когда студент выкладывает работу в одном месте. Эта работа проверяется на плагиат, через несколько там итераций принимается, и когда с плагиатом все нормально, работа размещается в ВБС ВУЗе. Вот это мы и хотим автоматизировать. При этом будет достигнута экономия ресурсов, и само качество базовых данных ВКР ВУЗа, на чем я особенно акцентирую, будет гораздо выше. Уже сегодня вот эти два сервиса можно объединить в одном договоре. Точнее, вот я здесь написал, мы с компанией Антиплагиат являемся взаимными агентами, и можно оформить договор через одного поставщика, через нас и на ЭБС, и на плагиат, и наоборот, через них, на нас тоже. Вот как это будет примерно выглядеть? Ну, Юрий Викторович подробнее, надеюсь, схему, которую мы сейчас создаем, разъяснит. Вот, ну, я просто представил это на схеме, загружается в одно место еще раз, проверяется в Антиплагиате, и перемещается уже в нашей ЭБС, а дальше мы берем на себя работу, сообщаем о приемке работы, выдаем сертификат. Это, собственно, интегрированное решение. Теперь немножко о другом, другой стороне вопроса. что сегодня вот с ВКР сформировалось две модели размещения ЭБС. Первая модель – это закрытая база ВКР ВУЗа, когда ВУЗ передает работы пакетно, там, или загружает их, и эти работы никто больше не видит. Вот, ну, большинство идут именно по этому пути. Вторая модель – когда ВКР размещается самостоятельно, с студентами, студенты выполняют все требования, которые здесь необходимы, и потом получают сертификат о публикации ВКР, который предъявляет на защите дипломной работы, допустим. И преимущество вот этого в том, что ВУЗ практически не несет никаких расходов, они ложатся на нам, на нас. Это вот мы и в первую очередь продвигаем. Но в то же время понятно, что работа становится открытой, многие ВУЗы не решаются, только некоторые Санкт-Петербургские госуниверситеты, только некоторые ВУЗы вот так решились открыть всю свою базу данных ВКР. Но тем не менее, на мой взгляд, эффект вот именно от этого пути гораздо выше и для студента, и для самого ВУЗа в плане его продвижения. Самый главный эффект, что студент проходит в этом случае полноценную работу автора и становится научным автором. И его ВКР становится полноценной научной публикацией. Поэтому на сегодня у нас сложился такой синтетический путь, когда с одной стороны ВУЗ работает с закрытой базой, а с другой стороны студент всегда имеет право разместить свою работу, поучаствовать в конкурсах открытых, ну и начать свою научную карьеру. Обращаю внимание, что вот для таких студентов-лидеров, для тех, кто размещает ВКР в нашей ЭБС, она становится частью всего научного контента, научной среды. И каждый ВКР вот с 1 января у нас присылается свой бесплатный номер ДАИ. И, соответственно, работа становится авторской. Студент всегда ее может потом показать, предъявить. То есть это уже полноценное научное произведение. Вот еще кратенько, как это выглядит в личном кабинете, для справки. Закладочка, которая называется «Моя публикация», там все и происходит. Выкладывается, описывается работа. В общем, ничего сложного для современного студента здесь не возникает. Еще один аспект всей этой работы – это ЭБС как школа научной публикации. Я прошу вас рассматривать ЭБС не только место для чтения, а прежде всего место для авторского размещения, для авторского продвижения. Ну и самое главное – как школа научной публикации. Мы, как вы убедитесь в нашем графике, довольно много мероприятий проводим именно в этом цикле. Он так и называется – школа научной публикации. Обучаем студентов, что должно быть в публикации, как оформлять. Потом мы с каждым конкретно работаем. Этим работам даже создаем обложки, титульные страницы, проверяем на оформление. То есть, это та во многом работа, которую ведет научный руководитель, и которую ведет научное издательство. Ну, а дальше – эффекты, которые возникают именно благодаря платформе. Например, очень важный аспект соединения мест исследования и процессов публикации. То есть, студент может сразу на одной площадке иметь и то, и другое. Получать оценки тех, кто прочитал его работу, какие-то комментарии, что-то исправлять уже по ходу. То есть, это публикация живая, которая имеет право на свое дальнейшее развитие. Ну, и самый финал этого – соревновательность, мотивация, которая появляется у студентов, когда они включаются в эту среду межавторской конкуренции. Ну, и в финале я хочу вам представить еще один наш совместный проект вместе с компанией «Антиплагиад конкурс» на лучшую дипломную работу года. В прошлом году мы в первый раз ее проводили совместно с журналом университетской книги по гуманитарным дисциплинам. В этом году она будет еще более комплексная, охватывать и естественные научные направления, которые берет на себя «Антиплагиад». Этот конкурс включает все вузы страны, имеет широкий резонанс и довольно существенные награды для студентов. Студенты очень мотивированы. В прошлом году призы и награды выдавались на московской книжной ярмарке в Москве. Очень статусное мероприятие. Мы буквально в ближайшее время разместим все условия участия и приглашаю тех, кто меня слушает, преподавателей, библиотеки, информировать своих студентов, размещать информацию, приглашать для участия в этом конкурсе. Ну что ж, не буду отвлекать внимание от основной части. Все-таки в нашем интеграционном сервисе самое главное – это проверка на плагиат. Другие аспекты мы рассматриваем в других наших вебинарах. Буду рад ответить на ваши вопросы. Вы их, пожалуйста, записывайте, а в конце мы вместе с коллегами, мы с Юрием Викторовичем ответим то, что касается именно по части ЭБС. Что ж, тогда передаю своим коллегам голос, Юрию Викторовичу. Пожалуйста, подключайтесь. Хорошо ли меня видно и слышно? Окей. Я немножко анонсирую, что будет рассказано в части антиплагиата. У нас два, так скажем, со-доклада. Сначала я расскажу в целом об антиплагиате, о том, где ищет антиплагиат, какие изменения произошли в последнее время, что у нас изменилось в связи именно с взаимодействием с электронно-библиотечными системами. А во второй части Ольга Сергеевна Беленькая расскажет о том, как именно осуществляется проверка на заимствование в каком процессе и как именно осуществляется взаимодействие между системой антиплагиат и ЭБС электронной библиотекой онлайн. Итак, как уже сказал Константин Николаевич, вот уже больше года как вузы должны собирать выпускные квалификационные работы, проверять их на наличие заимствований, размещать в электронно-библиотечных системах. Приказ в соответствии с 636 приказом Министерства образования. Собственно, уже есть возможность, вот это решение работает, и я попробую показать на примере нашей системы, наших статистических данных, какое влияние это решение оказало, скажем так, вообще на рынок российского высшего образования. Во второй части как раз расскажем, как именно работает взаимодействие системы антиплагиат и электронной библиотеки онлайн. Университетской библиотеки онлайн. Итак, что такое антиплагиат? Антиплагиат – это специализированная поисковая система, предназначенная для обнаружения текстовых заимствований. В качестве документов принимаются документы практически любого объема текста и практически любого текстового формата. Здесь перечислены некоторые форматы, мы постоянно расширяем этот список, и если кому-то из пользователей нужно подключить какой-то новый формат, мы с удовольствием идем навстречу. Результат проверки – это отчет, в котором в тексте, извлеченном из пользовательского документа, показаны источники заимствованы, подсвечен заимствованный текст, рассчитан процент оригинальности. Ну, я думаю, что многие знают сайт антиплагиат.ру, а это, кстати, общедоступная ограниченная версия, а вузы или организации, научные организации, библиотеки используют специализированные версии, выделенные специально для них на доменах третьего уровня в антиплагиат.ру. Я не буду подробно останавливаться на возможностях и преимуществах системы, скажу просто несколько фактов. Антиплагиат – это система, которая в России возникла, ну, скажем так, первой, нечего заниматься обнаружением заимствований. Собственно, слово антиплагиат, которое мы придумали в далеком 2005 году, на данный момент уже, в общем-то, является нарицательным, так называют в целом, и системы соответствующего назначения, и даже процесс по обнаружению заимствований в учебных и научных работах. Собственно, мы являемся, как мы говорим, первой и лучшей системой, то есть являемся законодательными мод в этом вопросе в России и обеспечиваем наилучшие качества проверки на заимствование. Собственно, проверка на заимствование является нашей основной деятельностью, и наша задача – развивать систему, делать ее лучше так, чтобы находить больше, находить удобнее, находить быстрее. Система проверяет на русском языке. По нашим оценкам, среди систем, проверяющих на русском языке, качество системы антиблогиат является непревзойденным, но также есть и проверки на других языках, расскажу об этом чуть-чуть позже. Есть возможность работать с интернет-версией. Так работают, наверное, больше 95% всех пользователей системы. Есть также возможности установки автономной версии на оборудование вуза организации. Это делается в случаях специфических требований по конфиденциальности или по интеграции в процессы организации. Ну, собственно, как я уже сказал, проверяются тексты любой длины, по большому счету на всех языках, во всех распространенных форматах. Есть возможности по обнаружению техновидных обходов и обманов системы, и по обнаружению редактуры текста, тоже вот вида перестановки каких-то частей, замены слов и так далее, амоглифии. Собственно, ключевой вопрос качества это база, по которой осуществляется проверка. Ключевой элемент это открытые сайты интернета. На данный момент это более 200 миллионов веб-страниц. При этом мы считаем только существенно уникальные документы, то есть дубликаты, которые очень часто встречаются на просторах интернета, мы не учитываем в этой статистике. На деле веб-страниц, конечно, намного больше, в разы. В среднем каждый месяц добавляется более 5 миллионов новых источников. Вот в течение прошлого года, 2016-го, мы добавили более 70 миллионов в индекс новых документов. языковая структура, конечно, это русский язык, это наш основной фокус, но также есть и другие языковые сегменты. Это и англоязычные тексты, и вот есть много текстов на украинском языке, европейские языки, языки стран СНГ. Помимо общедоступных сайтов интернета, есть и специализированные коллекции над расширением состава и объема которых мы работаем постоянно. Конечно, это коллекция диссертаций авторефератов РГБ, на данный момент более 900 тысяч текстов. В прошлом году появилась коллекция диссертаций Национальной библиотеки Беларуси, естественно, коллекция и лайблеры научно-электронной библиотеки, по которой, собственно, считается Российский индекс научного цитирования. Есть коллекции юридически нормативной литературы, вот долгое время с нами сотрудничала компания Элекспро, продолжает сотрудничество, но в прошлом году мы, вот буквально в конце года, мы подключили еще и справочную систему, справочную правовую систему Гарант с более чем 50 миллионами юридических документов. Новация прошлого года это сводная коллекция электронно-библиотечных систем. На слайде показаны те ЭБСы, с которыми мы работаем в данный момент, я в следующих слайдах покажу статистические данные по тому, как используются эти коллекции и что находится. И также новация прошлого года это коллекция, тематическая коллекция медицинских работ. Здесь мы сотрудничаем с издательским домом Геотар, с библиотекой первого медицинского института имени Сеченова, еще с рядом коллекций. Ну и конечно важная зона проверки у каждой организации это собственная коллекция компании. Каждый ВУЗ может поместить в индекс неограниченное количество ранее проверенных документов, можно и без проверки их разгрузить и по этим документам ВУЗ может искать. Более того, загружая в свою коллекцию ВУЗ, мы обеспечиваем безопасность этих документов, эти документы никуда не распространяются, эти документы доступны только пользователям ВУЗа. При этом есть возможность причастия в проекте, который называется Кольцо ВУЗов, в этом случае, ну это такой клуб любителей системы антиплогиад, в этом случае у всех пользователей Кольца ВУЗов есть возможность проверять по всем документам вот этих пользовательских коллекций входящих в Кольцо, но сами документы естественно никуда не предоставляются, то есть пользователям предоставляется только информация о том, что вот такой-то фрагмент текста обнаружен в такой-то работе такого-то ВУЗа. возможности выкачать саму работу и у пользователей естественно нет. Собственно, как повлиял 636-й приказ? Мы каждый год естественно подсчитываем сколько проверок выполнили наши пользователи и вот картина за последний ну с 2010 года и здесь есть такой важный момент, если на протяжении 2010-го 2014-го годов количество нарастало по в общем-то линейной модели с хорошим качеством вот есть линия тренда на графике по вертикальной оси это количество миллионов проверок а собственно столбики соответствуют годам то в 2015-м году в середине которого я напомню был подписан 636-й приказ в 2015-м году ситуация изменилась уже вот количество стали проверять намного больше то есть вот и в 2016-м году конечно динамика уже так сказать совсем сломалась мы уже наблюдаем совершенно другую линию тренда то есть 636-й приказ привел к тому что стали проверять намного больше это общие проверки и по организациям и по физическим лицам а вот на следующем слайде это как раз уже статистические данные по вузам ну вот скажем линия синяя линия это количество проверок которые выполняются именно вузами и организациями а столбики это количество подключенных к системе организаций и можно увидеть что если скажем так в 2010 2012 года динамика количества проверок сильно отставала от количества подключений то есть вузы подключались быстрее чем расслово количества проверок то в 2013 2015 года эта ситуация начала меняться и вузы не просто покупали систему как аксессуар а уже очевидно начали пользоваться системой и в 2016 году мы вузы проверили практически около 6,4 миллионов документов с помощью системы антиплагиат в прошлом году я уже сказал мы подключили ряд электронных библиотечных систем возможности мы подключили коллекции этих ЭБС дали возможность пользователям проверять по этим коллекциям вот перечислен список подключались в течение года не одновременно и вот можно увидеть динамику проверок верхний график вот такой примерно желтокоричневого цвета это все проверки которые осуществлялись вузами понедельно вот начиная с 13 недели ну и график заканчивается в конце января 2017 года а на графике отложены вот синий такой коричневый зеленый это как раз проверки по каждой из коллекций и видно что если в начале года в сессию когда еще ЭБС были подключены доля проверок по коллекции ЭБС была не очень большой то уже сейчас зимнюю сессию она в общем-то существенно ниже меньше количества проверяемых работ чем весенняя сессия но видно что доля уже приближается к общему ко всем работам то есть доля существенно растет и немаловажный вопрос хорошо ищут много вопрос много ли находят но вот мы попробовали построить вот такой график сейчас я попробую объяснить что на нем как его следует читать каждый ряд скажем вот есть три ряда и три слоя в левом ряду показаны данные по электронной библиотечной системе в среднем ряду это университетская библиотека онлайн и в правом ряду это библиоросика а столбики соответствуют доле документов которых нашлось выше определенного процента вот зеленый ряд это нашлось 10 и более процентов текста в коллекции из коллекции ЭТЛИ ЭБС соответственно бордовый ряд это больше более 25 процентов и синий ближний ряд это более 50 процентов то есть что это означает что примерно вот в 3 процентах случаев 3 процента работ обнаружены существенные заимствования объемом больше половины работы из коллекции именно этой электронной библиотечной системы на наш взгляд по нашим оценкам ну скажем так специалистов занимающихся обнаружением заимствования это серьезный вклад несмотря на ну казалось бы что такое 3 процента это много 3 процента работ находится вот вклад коллекции в то что находится достаточно много большая доля заимствования вот поэтому подводя вот так итоги в целом по нашему такому партнерскому проекту с электронно-библиотечными системами и университетская библиотека в первых рядах нам очень приятно взаимодействовать можно сказать что несмотря на в абсолютных цифрах не очень большие не очень большое количество работ в целом ну можно сравнить что такое 200 миллионов документов из интернета и там 100 или 200 тысяч книг которые индексируются в электронно-библиотечной системе казалось бы несопоставимая разница в три порядка тем не менее вот все-таки качество документов таково и их вовлеченность этих документов в учебный процесс такова что это что эти коллекции вносят важный вклад в общую область источников заимствования поэтому мы рассчитываем на продолжение сотрудничества будем предпринимать усилия я могу сказать что сейчас пока всем пользователям проверки по электронным библиотечным системам предоставляются бесплатно просто по факту подключения к антиплагиату но вполне возможно что в некотором будущем времени это станет уже и платной услугой так как область поиска все-таки представляет интерес это не вот мы это попробовали мы понимаем что в этой области что-то находится поэтому моя рекомендация подключаться как можно быстрее пока это бесплатная услуга собственно на в этом месте я бы хотел передать слово садокладчику Ольге Сергеевне Беленко и мы буквально на секунду остановим вещание чтобы подключить садокладчику 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 спасибо еще раз добрый день уважаемые участники моя задача кратко познакомить вас с одной стороны с теми новыми возможностями которые появились в системе антиплагиат вуз для преподавателя в нашей новой версии и с другой стороны рассказать о том как сегодня происходит взаимодействие преподавателя и студента и наша интеграция СБС видно и слышно здравствуйте отлично ну я не буду упоминать про 636 приказ еще раз про него уже сегодня достаточно было сказано мы постарались учесть с одной стороны требования приказа с другой стороны потребности высших учебных заведений при разработке нашей новой версии системы антиплагиат вуз в частности хотела бы обратить внимание на новые возможности которые в ней реализованы это прежде всего удобное взаимодействие преподавателя со студентом со студентами которые мы сегодня собственно рассмотрим подробнее это самостоятельная регистрация и загрузка работ студентами есть теперь такая возможность ну я буду от имени Юрия Викторовича выступать но вы понимаете что это я что позволяет разгрузить преподавателя сэкономить его время когда преподавателю уже не нужно собирать работу загружать то есть мы подумали об этом это возможность экспертного редактирования отчета это возможность автоматической индексации студенческих работ то есть тоже на это не нужно тратить ни времени ни силы и автоматическая загрузка и хранение ВКР ВБСО про ВБСО чуть подробнее потом расскажу не путаем СБС ну и конечно это обновленный интерфейс и более эргономичный дизайн напомню или для тех кто может быть не пользовался антиплагиат ВУЗ что в системе при создании учетной записи каждому пользователю присваивается определенная роль сегодня у нас есть роли администратор пользователь преподаватель и студент ну и сегодня в большей степени акцент будем делать на преподавателей и студентах такова у нас сегодня целевая аудитория как мы выстроили это взаимодействие что происходит преподаватель преподаватель имеет возможность создавать курсы и задания для студентов приглашать студентов к выполнению далее студент получает возможность самостоятельно загрузить работу на проверку и преподавателю остается только собственно поработать с отчетом при необходимости его отредактировать далее можно выставить оценку либо можно это сделать после защиты если предусмотрена защита и студент получает результат проверки видит результат В своем личном кабинете. При этом при необходимости есть возможность работу отправить на доработку студенту. То есть вот этот процесс при необходимости может повториться не один раз, а несколько. И когда все необходимые правки внесены, последняя версия студенческой работы будет автоматически проиндексирована. То есть она попадет в собственную коллекцию ВУЗа, а значит по ней тоже будут осуществляться проверки в дальнейшем. И будет размещена в электронной библиотечной системе данного ВУЗа. Ну вот мы сейчас подробнее посмотрим, как это реализовано. Видим сейчас с вами кабинет преподавателя, где в виде папок мы можем просмотреть все созданные преподавателем задания. И также видим студенческие работы. По каждой студенческой работе есть результат проверки на заимствование. И можно перейти к работе с отчетом, то есть более детально познакомиться с результатами. И первый этап, с которым мы собственно начинаем, это создание курсов и заданий. Сейчас у преподавателя есть возможность создать курс, создать задание, в котором выстраиваются, настраиваются самые разные параметры. В частности, когда должна быть сдана работа, по какой шкале оценок она будет оцениваться, ограничить количество попыток, сколько раз студент может пытаться загрузить, настроить доступ студента к краткому отчету или не разрешить ему этот доступ. Можно поставить отметку о публикации ВКР в ВБСО и присвоить код укрупненной группы специальностей. И после того, как задание создано, преподаватель может пригласить студентов к выполнению. Сделать он это может двумя способами. Первый способ это, собственно, по e-mail. Если есть почта студентов, то им отправляется приглашение на почту. И второй вариант это сообщить им уникальный код задания, например, написать его на доске. После чего студент получает возможность загрузить работу. Загрузка работы происходит через личный кабинет студента. У студента теперь есть свой личный кабинет. Для этого, как мы видим, используется специальный вход для студентов. И благодаря наличию этого кабинета, на форматах останавливаться не будем, уже про это говорил Илья Викторович, благодаря этому кабинету студент может загрузить работу только по приглашению преподавателя, либо по коду, если он знает, если преподаватель сообщил ему код, может загрузить работу по коду задания. После чего, собственно, преподавателю остается только поработать с отчетом о проверке. Вот таким образом выглядит полный отчет в системе антиплагиат ВОЗ. То есть, по сути, это текст работы студенческой, в котором цветом выделены обнаруженные заимствования. Оранжевым цветом, собственно, заимствования и зеленым цветом цитаты. Также приведен результат проверки в предварительных процентах, процент заимствования, цитирования и оригинальности. И у преподавателя, помимо того, что есть возможность рассмотреть этот отчет, есть также возможность с этим отчетом экспертно поработать, то есть его отредактировать при необходимости. И сейчас мы с вами посмотрим, как это реализовано. Вот мы находимся в отчете. Это загруженный текст студенческой работы. Здесь видим выделенные заимствования и цитирования. Вот зеленое – это цитирование. Внизу, как мы видим, располагается список обнаруженных источников заимствований с процентной долей каждого. И по каждому источнику у нас есть название его, есть информация по источнику, ссылка, можем перейти на сайт источника, дата, когда он был проиндексирован нашей системой, и где, в каком модуле поиска мы его обнаружили. Для удобства можно свернуть и развернуть. Также есть предусмотрены вот здесь результаты в процентах, и предусмотрена возможность просматривать отчет, пролистывать. Здесь вверху справа кнопки пейджинга, либо можно перейти на конкретную страницу, либо также с помощью вот этих кнопок «Вперед-назад» очень удобно можно переходить к каждому следующему заимствованию. Вот таким образом. Вот сейчас желтым цветом выделяется каждое следующее заимствование. Либо точно так же можно двигаться по цитированию или по выключенным блокам. Что такое выключенные блоки, чуть позже. И, как я уже сказала, помимо того, что можно отчет просматривать, мы можем выредактировать. Например, при необходимости мы можем отключить, снимая галочки, отключить конкретные источники по вашему решению. Нажимаем «Пересчитать». Например, в ситуации, когда обнаружено самоцитирование, можем это сделать. И сейчас у нас данные источники отключены, и произошел пересчет процента оригинальности с учетом вот этих изменений. Если мы хотим проанализировать, что конкретно было заимствовано, вот, например, у нас какой-то стихотворный фрагмент в тексте, источник под номером 5. Давайте мы перейдем к отчету по данному источнику. И здесь мы видим именно те фрагменты, которые были из данного источника заимствованы. Если мы пролистаем, то мы видим, что это все стихотворные фрагменты, то есть все-таки речь идет о цитировании. У нас работа филологической тематики, поэтому вполне естественно, что большое количество цитат. Вернемся назад в отчет. И в этом случае проверяющий может поменять тип источника и превратить его из заимствования в цитирование. Делается это очень просто. Мы кликаем мышкой по названию источника и выбираем пометить, как корректное заимствование. Нажимаем пересчитать. И что у нас происходит? Мы видим, что произошел пересчет процента цитирования. При этом сам источник стал зеленым, и все фрагменты соответствующие тоже стали зеленого цвета. То есть они у нас уже помечены, как цитаты. Также мы можем отключить отдельные блоки, а не источник целиком. Например, упоминание какого-то электронного ресурса. Мы выбираем отключить. И мы видим, что фрагмент стал серым. То есть это выключенный блок, который больше не учитывается при подсчете процента оригинальности. Так, давайте вернем нашу презентацию. Так, сейчас, прошу прощения, вернемся. Итак, мы рассмотрели работу с отчетом о проверке. После этого преподаватель, собственно, может оценить работу. Но важное значение хотелось бы сделать, что все-таки сервис дает предварительную оценку. И хочу напомнить, что система является системой поиска текстовых заимствований. То есть если в работе есть чертежи, графики, рисунки, диаграммы, то они не проверяются. Идет проверка именно по текстовым заимствованием. Да, важное дополнение к вопросу, к теме отчета. Мы с вами видели, как работать со списком источника. Если ваш ВУЗ в то же время является подписчиком ЭБС, например, ЭБС университетской библиотеки онлайн, то у вас будет возможность непосредственно из текста отчета по ссылке перейти в полный текст того источника, из которого было заимствование. Ну вот, например, да, то есть мы получаем доступ к полнотекстовой редакции данного документа и можем посмотреть, откуда, собственно, студент позаимствовал тот или иной фрагмент. И, наконец, оценка. Тоже хочу кратко показать, как это реализовано. Из текста полного отчета мы переходим в специальную форму оценка работы. Здесь преподаватель может оставить комментарий для студента, какие-то свои замечания, пожелания по доработке, если они нужны. Это верхнее поле. В нижнем поле предусмотрена возможность оставить комментарий лично для себя, если он нужен. То есть студент вот этого комментария не видит. Также здесь можно выбрать оценку, если готовы уже работу оценить. Либо, если пока что работа требует еще какой-то дошлифовки, можно ее отправить на доработку, поставив галочку в соответствующем поле, отправить на доработку. При этом у студента появится возможность загрузить еще один файл в то же самое задание. В то же самое задание. И нажимаем сохранить. Я пока нажму отмену. Также предусмотрено, как мы видим, возможности отчет распечатать. Вот она версия для печати. Здесь вся информация у нас и по самому документу, и по отчету. И также приведены результаты в процентах. Заимствование цитирования оригинальности в виде вот такой диаграммы. Также есть возможность отчет при необходимости сохранить на компьютер, на флешку. Для этого есть у нас возможность экспорта. Ну, наверное, сейчас про все возможности эти я рассказывать не буду так подробно, чтобы мне так много времени нам потратить. То есть, возможно, также оценка работы. При этом студент увидит в личном кабинете результаты, увидит процент оригинальности, увидит комментарий преподавателя, если он был дан, и увидит результаты. В данном случае эта работа отправлена на доработку. Вот комментарий. После чего у него появляется возможность еще доработать свой текст, и также он увидит результат проверки и комментарий преподавателя. То есть, как видите, взаимодействие очень удобная, связь двусторонняя, не только в сторону студента к преподавателю, но и обратно. И, собственно, после этого окончательная, последняя версия студенческой работы, она будет автоматически проиндексирована и при необходимости загружена в электронную библиотечную систему ВУЗа. Здесь чуть подробнее. То есть, ориентируясь на приказ 636, мы создали такой дополнительный сервис в системе антиплагиат ВУЗ, назвали его электронной библиотечной системой организации, который, собственно, предназначен для загрузки и хранения оригиналов ВКР и отчетов о проверке. То есть, этот сервис, он обеспечивает доступ к текстам работ всем пользователям именно Вашего ВУЗа, за исключением студентов, и позволяет настроить автоматическую загрузку, как вот мы сейчас это видели, ну, либо при необходимости делать это вручную. В ближайшей перспективе, как уже сегодня об этом было сказано, у нас еще интеграция с ЭБС. С ЭБС – университетская библиотека онлайн. Как мы это видим? При выполнении двух условий, если ВУЗ является подписчиком и антиплагиат ВУЗ, и подписчиком университетской библиотеки онлайн, он получает возможность публикации ВКР своих студентов в ЭБС университетской библиотеки онлайн. Для этого, собственно, никаких особых действий производить будет не нужно, то есть мы постараемся этот процесс максимально автоматизировать и облегчить. Достаточно будет администратору системы антиплагиат ВУЗ ввести соответствующие логины порой и поставить галочку в соответствующих настройках, приблизительно так же, как это было вот с ЭБСО. И после этого, после автоматической индексации и загрузки в ЭБСО, антиплагиат ВУЗ сформирует пакет ВКР и метаданные по каждой работе и передает его в внешний ЭБСО, после чего уже в игру вступают наши коллеги из университетской библиотеки онлайн. Приблизительно таким образом мы видим этот процесс. То есть к нашей схеме добавляется, при вашем желании, добавляется еще один этап, это публикация студенческой работы в ЭБСО и университетской библиотеки онлайн. Если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим. Пока, может быть, кто-то написывает свои вопросы, я хочу показать также наши контакты на всякий случай. Если у кого-то есть интерес, кто-то не пробовал, может быть, плагиат ВУЗ, можно получить тестовый доступ. И вот они, наши контакты. Так, я вижу, что вопросы есть. Я, наверное, сейчас передаю слово опять Юрию Викторовичу, сейчас ненадолго мы отключимся. Так, давайте по вопросам. Николай Сергеевич спрашивает, как обстоят дела с проверкой математических текстов с большим количеством формул. При проверке формулы пропускаются, они игнорируются, проверяется только текст. Вопрос достаточно распространен, и часто с ним сталкиваемся. Позиция следующая. В принципе, решений мы исследовали эту область, решений по именно проверке формул, их, в общем-то, в мире нет. Почему? Потому что не очень трудно поменять, скажем так, систему обозначений и получить какой-то там новый формульный ряд. С одной стороны. С другой стороны, если мы, все-таки речь идет о том, что заимствование это, в каком-то смысле, ну, не бездомный, но, в общем, механистический перенос текста одной работы в другую работу. И в этом случае словесное, то есть у нас есть достаточно много примеров, когда вот, например, даже на уровне ВАКа или на уровне ВУЗа, там, выпускных квалификационных работ, вполне достаточно было именно текстового содержания для того, чтобы обнаружить заимствование и снять работу. То есть это не является существенным препятствием. А если же все-таки заимствоваться идеей, то и человек действительно хочет, так сказать, серьезно переработать текст, то, в общем, ему будет несложно переработать как и формульный ряд, так и, собственно, текстовое содержимое. Любовь Вениаминовна спрашивает, насколько мультиязычные доступны версии от сервисов. Вы знаете, проверять можно документы, в общем-то, действительно на любых языках. На любых языках вот с каким ограничением. Это или кириллическая раскладка, или латиница. То есть сейчас пока нельзя проверять китайский, арабский, вот имрид, вот эти языки, то есть там, где основаны на других раскладках. Если раскладки кириллические, или латиница, или смесь этих символов, то проверять можно. Другой вопрос, что, конечно, пока база, допустим, англоязычная, она пока не очень большая, то есть если сравнивать с аналогичными системами с зарубежными, конечно, у них базы больше. Хотя мы в этом направлении достаточно серьезно работаем, и эти базы наращиваем. Я думаю, что в будущем мы и в этом вопросе, так скажем, обретем достаточно приличную компетенцию. Ольга Александровна, вопрос следующий. При написании ВКР иногда имеются параграфы общей направленности, например, касающиеся теоретической и правовой основы, где используются одни и те же нормативные акты и источники авторские работы, ссылки на них, как будет это учитываться, хотя темы и разные, но использование и повторение неоднократное дает плагиат. Вот сначала на первый вопрос. Здесь смесь, сразу смесь моментов. Во-первых, у антиплугиата есть такое понятие, как белая коллекция. То есть это коллекция литературы, заимствование которой легитимно. Ну, в частности, это юридически нормативные документы из коллекции Лекс.Про, или вот в последнее время появилась коллекция Гарант, и поэтому эти заимствования вот из такой литературы отмечаются особым образом, они не считаются именно вот некорректными заимствованными. Это первое. Второе. Вот если есть, допустим, некая общая методика, да, методическая часть, которая часто повторяется в одних и тех же работах, то ВУЗ может сформировать внутреннюю белую коллекцию. Для этого можно обратиться в нашу поддержку, и у нас эта коллекция будет ВУЗу предоставлена, ну, такая возможность предоставлена. Тогда можно будет вот именно методическую основу разместить, это не очень много документов, чаще всего разместить в этой коллекции, и они для конкретного ВУЗа будут показываться, как тоже белая коллекция. Почему это нельзя сделать для всех, ну, достаточно понятно, потому что то, что в одной, это, так скажем, уже такая частная белая коллекция, то, что в одном ВУЗе не будет являться некорректным заимствованием, то в другом ВУЗе, если это будет заимствовано, ну, то все равно это, ну, просто вот работа из одного ВУЗа ушла в другой. Вот. Поэтому механизмы белой коллекции позволяют эту проблему вполне успешно решать, и, собственно, пользователи это решают. Второй вопрос. Словосочетание, например, правовое государство, местное самоуправление по тексту неоднократно. Это, да, это еще третий механизм, которого пока нет, он у нас в планах, и я надеюсь, что в ближайшее время появится. Это общепотребительное выражение. Пользователи давно просят, мы об этом знаем, и вот я надеюсь, что в ближайшее время мы объявим о том, что это решение у нас тоже работает. То есть это будет еще один тип корректного заимствования общеупотребительное выражение. Тоже над этим работаем. Любовь Вениаминовна. Как переводится партнер-мэндопернестр? Собственно, так и переводится «творите собственным умом». Ну, такой, скажем так, перевод по смыслу, не совсем дословный, но как раз девиз на русском, он соответствует девизу на латыни. Ольга Александровна, ежегодная тематика ВКР и заказы предприятий включают повторные и распространенные темы, и от этого не уйти. По многим предметам они являются базовыми. Как и используются многие одни и те же вопросы и подходы, плюс ранее писала те же акты, нормативные источники. Например, таможенный контроль, все вопросы будут связаны с повторением. Как быть с плагиатом? Ну, собственно, да, вопрос в том, смотрите, все-таки требования к ВКР, особенно если это ВКР магистра или специалиста, что там должны быть оригинальные части. Вопрос объема этих частей, это на данный момент эту политику устанавливает ВУЗ для себя самостоятельно. Собственно, в 636 приказе нет каких-то показателей, что вот, пожалуйста, обеспечьте тот или иной процент, или вся работа должна быть оригинальной, или не должно быть каких-то заимствований, скажем так, условно-корректных. Поэтому, если ВУЗ считает, что работа может не содержать, ну, вдруг, я не очень это представляю, не содержать себе оригинальных частей, выпускная и квалификационная, ну, наверное, так можно зафиксировать в локальных актах, хотя это мне, например, не очень понятно. Мне кажется, что могут быть части, скажем так, методического плана, работать с которым можно помещая белую коллекцию, а все-таки в работе должна быть оригинальная часть. И объем этой оригинальной части необходимо оценивать. Антиплагиат позволяет как раз проанализировать состав источников и отделить корректные заимствования от некорректных и оригинальных текстов от неоригинального. Асия Альфатовна, у старых подписчиков обновлялись версии системы антиплаги... А, обновляли, ну, то есть обновлялись ли у старых подписчиков версии системы антиплагиатвуз? Да, мы ведем такую постепенную работу по переводу наших подписчиков, тех, кто уже пользовался, на новую версию. Если процесс не очень быстрый, у нас переводится несколько вузов в неделю. Если для вашего вуза нужно, ну, скажем так, этот процесс ускорить, вы хотите там раньше, то просто обратитесь в поддержку, и вам пойдут навстречу, переведут вас раньше. Но нужно понимать, что перевод, это не только версия, она там стала лучше в каких-то частях, но это немножко другой процесс. Вот Ольга Сергеевна рассказывала сегодня о процессе, он изменился, поэтому перевод будет не только техническим, но и методическим, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мы, у нас есть вебинары по переходу на новую версию, и вот мы специально для вас можем и помимо того, что переведем технически, провести еще и методическую поддержку. О возможности проверки текстом на английском языке. Вы можете взять текст на английском языке и проверить. Другой вопрос, что, конечно, сейчас результаты будут так себе. У нас всего там меньше 20 миллионов документов на английском языке в индексе. Рассчитываем, что это будет пополняться. То есть формально проверять можете, качество пока будет, на мой взгляд, не очень хорошим, но работаем над этим, надеюсь, что сможем вас порадовать. Галина Геннадьевна, данная программа применима к дипломам СПО. Я не очень понял вопрос. Вопрос. В общем, применима ли, да? Ну, в принципе, мы, как антиплагиат, разрабатывается как универсальный инструмент проверки текстов. Поэтому, в общем-то, мы не делаем различий между среднепрофессиональным образованием, высшепрофессиональным образованием или, допустим, научными работами. Мы стараемся сделать так, чтобы любые работы на русском языке находились, обрабатывались тщательно и находился максимум из того, что можно найти. Поэтому, да, вполне применимо. У нас есть клиенты. У нас есть, да, клиенты из среднеспециальных учебных заведений. Технологии. Да, поэтому вполне применимо. Есть ли еще вопросы? Сейчас я посмотрю, может быть, в общем чате. Ну, да, здесь вопрос, скорее, такого технического своз. Доступна ли презентация к скачиванию? Наверное, Павел Юрьевич подскажет. Это мы должны галочку поставить. А, доступна ли наша презентация к скачиванию? Я думаю, да. Мы можем предоставить. Сейчас мы вот это сделаем. Вот, да, сейчас они, видимо, появятся в общем доступе. Вот, пожалуйста, да, эти презентации, пожалуйста, пользуйтесь. А, все, вижу, да. Хорошо, Павел Юрьевич. Да, пожалуйста. Там был еще вопрос в общем чате. Так, давайте, а, в общем чате был еще вопрос. Сейчас найдем. Когда будет реализован. То есть, вот полный сервис публикаций. Мы рассчитываем, ну, то есть, точно в этом году постараемся успеть к сессии. То есть, вот так, чтобы у нас к сессии это сработало. Прикладываем все усилия, чтобы это возникло в ближайшие месяцы. Ну, не недели, но месяцы. Рассчитываем, что вузы уже сессию будут проходить с вот с такой возможностью. Татьяна Павловна, высшее профессиональное образование пользуется, это вопрос. В смысле, пользуется ли? Да, конечно. Ну, то есть, если я правильно понял вопрос. Ну, естественно, вот я приводил статистические данные в своей презентации, ну, больше шести миллионов работ проверено вот в течение прошлого года. И, ну, вы видели, что там количество нарастает, количество проверок нарастает достаточно интенсивно. Собственно, ну, очевидно, что вот сейчас это не просто система антиплагиата, это не просто такой аксессуар, вот купили, там, не знаю, повесили на стеночку сертификат, там, или лицензию, и все. Нет, очевидно, что сейчас вузы очень активно это используют. Есть вузы, которые, ну, скажем так, уже практически это очень плотно вписали в учебный процесс настолью, что, например, даже не закрываются ведомости, если нет проверки через антиплагиат. Там даже, по-моему, в каких-то вузах были завязаны вопросы даже заработной платы на проверку работ в антиплагиате. По дополнительному профессиональному образованию, вот сейчас не готов сказать, есть ли у нас компании, которые именно и только занимаются дополнительным профессиональным образованием. Есть, институт профессиональных бухгалтеров. Вот, значит, да, значит, у нас есть и такие компании, у которых по дополнительному профессиональному, да, тоже пользуются. есть еще вопросы сейчас был вопрос кто-то сотрудничает с проектом научкоррф до компания антиплагиат сотрудничает с этим проектом и но это такой скорее не пилот пытаемся выработать формы сотрудничества это вот вопрос олесе аркадьевне но там скорее я бы сказал такие начальные шаги в этом направлении стоимость проверки антиплагиат для колледжа вы знаете в соответствии с общим прайсом то есть для колледжей для вуза общий подход не отличается можно скорее он определяется количеством учащихся и потребностью в объемах то есть если это небольшой количество большим количеством учащихся можно приобрести ну скажем так небольшой пакет и использовать если колледж ну сопоставим по масштабу с вузом ну соответственно и тогда и стоимости будут сопоставимы но мы можем более наши продажи будут предоставить вам более подробную информацию прислать предложение на сайте можно оставить заявочку от корп антиплагиат точка ру оставить заявку на коммерческое предложение с вами свяжется именно под ваши потребности сформирует предложение коллеги если больше вопросов нет спасибо большое за внимание обращайтесь до новых встреч до свидания а а